Добрый день, мои хорошие! Сегодня выполняю запрос с радостью. Одна моя подписчица попросила записать хороший урок по поводу частей тела, лица и так далее. На моем канале уже есть такое видео, оно посвящено описанию, называется Description. Там мы проходили отдельные фразы, слова, глаза, волосы. Сегодня я решила все разобрать, то есть сегодня будет les parties du visage, части лица, части головы. То есть все, что у нас есть, то есть лицо, голова, глаза, все части лица у нас будут сегодня изучены. Итак, вы готовы? Поехали! Les parties du visage. Приступаем. Лицо. Le visage вместе. Le visage. Le visage. Молодцы! Голова. La tête. La tête вместе. La tête. Далее. Лоб. Le front. Le front вместе. Le front. Молодцы! Дальше. Глаза. Les yeux. Les yeux. Вместе. Les yeux. Les yeux. Дальше. Брови. Les yeux. Le sursille. Ни в коем случае не sursille. Да, здесь это как исключение, наверное, идет. Les yeux. Le sursille. Давайте вместе. Les yeux. Les yeux. Le sursille. Молодцы! Дальше. Ресницы. Очень красивые картинки я подобрала сегодня, чтобы было наглядно, приятно запоминать. Les yeux. Les yeux. Молодцы! Дальше. Веки. Les paupières. Les paupières. Такое красивое слово, длинное. Les paupières. Les paupières. Молодцы! Дальше. Волосы. Тоже у нас здесь такая златовласка. Les cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Молодцы! Дальше. Ля над. Ля над. Вместе. Ля над. Ля над. Уши. Les oreille. Я решила во множественном числе взять это слово, хотя ухо это une oreille. Почему здесь les oreille? Потому что у нас буковка S связывается с O и получается les oreille. Вместе. Les oreille. Дальше. Щека. Ля жу. Ля жу. Вместе. Ля жу. Подбородок. Ле мантон. Надо Анна сказать Ан через нос. Ле мантон. Ле мантон. Вместе. Ле мантон. Затылок. Ля нюк. Ля нюк. Очень интересно звучит. Ля нюк. Молодцы! Дальше. Язык. Ля ланге. Это слово вы знаете. Язык во французском языке во всех значениях это ляунге. Это если, например, иностранный язык, это если вот язык такой как орган, да? Орган. Ну да, так называла. Ля ланге. Получается это единое слово во всех значениях. Ля ланге. Ля ланге. Молодцы! Рот. Ля буш. Очень легко запомнить. Ля буш. Ля буш. Вместе. Ля буш. Губы. Ле левра. Вместе. Ле левра. Еще разочек. Ле левра. Так. Нос. Ле. Нэ. Ле. Нэ. Ни в коем случае не нэз. Какое-то видео смотрела и там произносили нэз. Да, в уроке. Возможно, автор ролика просто ошибся, но комментарии были жесткие по этому поводу. Писали вот, неуч, или еще что-то. Ну, может быть, мне кажется, автор просто оговорился. Ему, наверное, было неприятно это слышать. Но мы прекрасно знаем, что нос – это ле, нэ. Ле нэ. И вообще, вообще, сочетание э-зет всегда на конце слова читается как э. Да, то есть запомните это правило чтения еще. Е-зет – это э, нэ, поэтому здесь лё-нэ. Так, шея. Ну, почти, конечно, с головой связано. Ну, я решила сюда, да. Лё-ку. Лё-ку. Еще разочек. Лё-ку. Молодцы. И всё. Я думаю, что я ничего не упустила. Я разобрала все, и глаза, и волосы, и подбородок, и затылок. Поэтому здесь уже запрос выполнен на 100%. Не могу отпустить вас без фраз. Её глаза зелёные. Давайте вместе. Фразы. Сэзь ё сон вэр. Вместе. Сэзь ё сон вэр. Еще разочек. Сэзь ё сон вэр. Молодцы. У моей сестры длинная коса. Ма сэр а ла лонг нат. Ма сэр а ла лонг нат. И последний раз. Ма сэр а ла лонг нат. Так, дальше. Его волосы короткие. Сэ швы сон кур. Сэ швы сон кур. Еще разочек. Сэ швы сон кур. Молодцы. Его подбородок квадратный прямой. То есть вообще в переводе это как квадратный. Но в описании подбородка употребляет каре как прямой или квадратный. То есть не знаю. Просто слышала эту фразу и решила её тоже использовать. Сон маунтон э каре. Сон маунтон э каре. Во рту есть язык. То есть мы просто говорим это, чтобы понимать эти слова. Дан ла бушь илья ла лонге. Дан ла бушь илья ла лонге. Молодцы. Так, дальше. Мои губы большие. То есть в смысле большие не просто, а как бы крупные такие. Во французском языке большой это гранд. Но когда какой-то крупный такой, тоже большой считается. Это гросс. Гро-гросс. Мои левра сон гросс. Почему здесь гросс? Потому что женский рот. Мои левра сон гросс. Мои щёки розовые. Мои жу сон роза. Вместе. Мои жу сон роза. Молодцы. Так, его лицо миловидное или милое по-другому. Сон визажа э жантия. Сон визажа э жантия. Молодцы. Так, дальше. На ресницах чёрная тушь. Ну, это нам, да, для дам такая фраза. Сюра ле силля, илья ле маскара нуара. Сюра ле силля, илья ле маскара нуара. Молодцы. По-моему, это последняя фраза на сегодня. Итак, да, нет, есть ещё одна. Его брови густые. Се суре силля, сон тепес. Почему здесь т? Потому что т сливается, да, связывается с э, и получается сон тепес. Ни в коем случае не зе. Мы видим, что буковка с стоит между двумя гласными, да. Но когда она удвоена, она всё равно читается как с. Се суре силля, сон тепес. Се суре силля, сон тепес. Эта фраза точно последняя. Ну вот так вот я вижу этот урок, и мне кажется, он вам понравился, потому что я действительно разобрала все части лица, всё мы изучили, и этот урок будет полезен абсолютно всем. Так что хотела вам поднять настроение, думаю, у меня это получилось. Ну, в описании под видео есть долгожданный электронный курс французского языка, который можно скачать на ваш компьютер. Там именно разговорная лексика, разговорный курс, для того, чтобы вы могли легко и просто без помощи кого-то заговорить. Переходите в описании под видео, в инфобокс и нажимайте на ссылочку. А с вами была Евгения. Спасибо. Спасибо.